Дорогие друзья, давайте встанем, помолимся. Славен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Пинхас», хотя о нем в этой главе всего пару строк. Значит, краткое содержание – это воздаяние Пинхасу за его действия, война с Мадиамом. Дальше идет новая перепись для раздела земли. Дальше рассказывается о преемнике Маше, Ихошуа бен Нун или Иисус Навин. Дальше подробно достаточно рассказывается о том, какие храмовые приношения учреждаются, для каких праздников. То есть достаточно все подробно, четко, ясно Господь изложил. Значит, читая эту недельную главу, я обратил внимание на несколько моментов. Связанных непосредственно с женщинами. Хотя, может быть, оно как бы так внешне и не очень связано. Мне бы хотелось сегодня осветить эти моменты. Значит, ну, момент первый. Первый. Если помните, значит, в этой недельной главе перечисляются родословные, значит, и там же говорится о том, что Маше, Аарон и Мирьям, они являются друг другу братьями и сестрами. Да, вы знаете об этом. Мне интересен порядок перечисления. Аарон, Маше, Мирьям. Мы знаем, что Мирьям была старше Маше. Значит, но она почему-то стала после. Аарон был старше Маше, он, понятно, на первом месте. Значит, но Мирьям, она находится где-то между ними, но почему-то она в конце. В принципе, это, естественно, для Востока, это, естественно, для еврейской культуры, еврейской среди. Я не знаю, вы в курсе или нет, но вот с точки зрения грамматики иврита, например, вот если бы здесь в зале были бы одни женщины и я один мужчина, то к этой группе нужно было бы обращаться братья. Некоторых женщин это может смущать, но я вам скажу, не смущайтесь, потому что на самом деле Бог смотрит на это несколько по-другому. Он показывает, что ответственность за все лежит таки на мужчине. Значит, а женщина, как известно, она создана помощницей соответственной. И я вам скажу, что иногда эта функция, она может быть внешней и не очень так казисто выглядит, но на самом деле, ну вот написано, что из ребра, да, если мы возьмем вот самый простой такой вот уровень, действительно ребро, вот из ребер состоит грудная клетка. Ребра защищают легкие и сердце, то есть жизненно важные органы и жизненно важные функции. И если ребра эту функцию перестают выполнять, то человек тут же умирает, понимаете, под воздействием раздражителей внешней окружающей среды. Поэтому жены, женщины, вы подумайте, что вы на самом деле созданы для того, чтобы сохранить самое жизненно важное в мужчине, чтобы он был дееспособен и исполнил свое призвание, свое предназначение. И женщины на самом деле это очень мощное оружие, которое можно очень эффективно использовать, но, к сожалению, в разных целях, с разными целями. И, скажем, история, в которой прославился Пинхас, она свидетельствует этому. То есть был народ, враг Израиля. И для начала я хочу зацитировать одну информацию интересную. В 1967 году в Дейр-Алла на восточном берегу Иордана были найдены фрагменты текста на языке, занимающем промежуточное место между ханаанским, такими как иврит и моавитянский, и арамейскими языками. Текст был написан чернилами на стене храма, разрушенного землетрясением в середине VIII века до н.э. Главным его героем, то есть этого текста, является наш старый знакомый Белам или Валаам, сын Беора. В этих фрагментах он назван Белам Бар-Беор. Он назван пророком богов, то есть не бога, а богов. Значит, описаны различные проклятия, изреченные Беламом. Упомянуты боги, которые фигурировали во всем этом. Объявлено также о видении, которое видел Белам, после которого он учредил храмовую проституцию. То есть сопоставляя с фактами из Библии, мы можем предположить, что это произошло именно после того, как ему не удалось произнести его проклятие. То есть судя по вот этой вот исторической информации, историческим фактам, записанным именно в храме, на стенах храма, значит, Белам именно промышлял проклятиями. Значит, Писание говорит, ну, вообще скупо. То есть вот не получилось, он произнес благословение, да, не заработал и ушел. Но история показывает, что на самом деле история не закончилась, что он получил видение, после которого учредил храмовую проституцию, а потом обучен женщин запустили в Израиль. То есть, знаете, вот как шахиды, смертники исламские, готовят людей, смертников и женщин, и детей в том числе, и отправляют на убийство, на убийство и на самоубийство. Женщин можно использовать так, но не нужно, потому что это не то, что от Господа. Значит, и вот другая история, связанная с женщинами, это дочери Целовхада. У Целовхада были только дочери, ни одного сына. К этому обществу нельзя было обратиться братья. А братья или брат, мужчина имел решающий голос в собрании, в сообществе израильском. И когда делили землю, земля полагалась мужчинам. И это семейство, постольку-поскольку оказалось без голоса, оказывается вроде как без земли, да. И приходят вот эти вот сестры к Маше и говорят, ну а как нам быть? Наш отец, он не участвовал в бунте Короха. Да, он погиб, да, он погиб за собственный грех, но извините, он был частью общества. Он получил свое наказание, ну а мы? Получается, мы не при делах, а земли не получаем, как нам жить? Где иметь средства к существованию? Ну я так как бы добавляю, обобщаю. И интересно, Маше обратился к Господу, и Господь сказал, они справедливо говорят. Это я к чему? К тому, что бывает, что вот здесь вот с этим микрофоном стоят женщины, а у мужчин возникает ропот. А с какой стати женщина вообще говорит? Кто ей дал право? На каком основании? Писание говорит, жена да не учит мужа и не властвует над ним, поэтому пусть закроет рот, берите микрофон, пускай идет заниматься своими домашними делами. Но, извините, в Писании есть несколько прецедентов, когда женщины оказывались на коне, тогда как мужчины, извините, плелись где-то в хвосте. Значит, я вам скажу, я сегодня, когда размышлял об этом, я вспомнил, вот у любого воина есть разные силы поражения оружия. Скажем, возьмем древнего воина, у него был меч, было копье, но и всегда был где-то кинжал. Если у него в бою каким-то образом выбивали более мощное оружие, он всегда выхватывал кинжал. Я вам скажу, к кинжалу далеко не часто приходилось прибегать. Ну, чаще его использовали, когда надо было там еду порезать там или что-то такое, на кухне, скажем так, да, значит, узкая сфера применения. Но иногда он спасал жизнь. Значит, в жизни современного воина, ну вот если мы, скажем, посмотрим там фильмы о войне, то, скажем, у кого-то из воинов может быть танк, у кого-то самолет, у кого-то пушка, да, у кого-то винтовка мощная. Значит, но всегда у солдата есть тот же кинжал, и всегда у солдата есть тот же пистолет, который далеко не часто используется. Так вот, мужчина, я хочу вам сказать, что женщины, они действительно могут спасти вам жизнь, если вы будете давать им все необходимое. Потому что настоящий воин, он всегда печется о своем, вроде бы как малозначимом вооружении. У него пистолет всегда начищен и заряжен. Вы понимаете, что это значит в отношении ваших жен, в отношении ваших женщин? Они всегда должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы выполнить свою функцию. Тогда они обеспечат вам необходимую защиту, необходимый комфорт, необходимый уют, для того, чтобы вы действительно могли исполнить свое предназначение. Это вот по поводу женщин. Теперь немножечко пару слов по поводу самого Пинхаса и того, что же он сделал. Казалось бы, убийство, да, убийство, то, что запрещено было делать, и тут ему раз такая награда. В чем же проблема? То есть в чем суть этого действия? Значит, на самом деле, вот в том же отрывке информации, который я читал про упоминание о Беламе на стенах храма, там же написано, «Земри совершил Скосби не просто интимный акт, это был публичный ритуал, и цели у него были такие, которые мы бы назвали магическими». Ну, то есть на самом деле, если мы обратимся к тексту Писаний, я сейчас вам процитирую эти моменты, для того, чтобы понять, что же на самом деле там произошло. И жил Исраэль в Шитиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава, и приглашали они народ к жертвам божеств своих, и ел народ, и поклонялся божествам их, и прилепился Исраэль Баал-Пеору, и возгорелся гнев Господень на Исраэля. И Господь сказал Маше, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится ярость гнева Господня от Исраэля». И сказал Маше судям Исраэля, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору». И вот некто из сынов Исраэля пришел и подвел к братьям своим медианитянку пред глазами Маше и пред глазами всей общины сынов Исраэля. А они плакали у входа шатра Соборного. И увидел это Пинхас, сына Лазара, сына Аарона, священника. И встал он из среды общины и взял копье в руку свою, и вошел вслед за Исраильтянином в нишу, и пронзил обоих их, Исраильтянина и женщину в чрево ее. И прекратился Мор среди сынов Исраэля. И было умерших от Мора 24 тысячи. Интересная странность. Бог сказал предать смерти, прилепившись к Баал-Пеору, и прекратиться Мор. Но он почему-то не прекратился. Руководители общества сидели у шатра во главе с Маше и плакали. Мор происходит, и никто ничего не может сделать. После того, что сделал Пинхас, Мор прекратился, и гнев Господень утих. Сейчас я вам хочу напомнить одно интересное место, которое весь Израиль слышал до этих событий. Секунду. Значит, это у нас Левит 5 глава. С 1 стиха. Если кто согрешит в том, что слышал голос заклятия и был свидетелем, или видел, или знал, и не сообщил, то понесет на себе вину. То есть все это происходило пред глазами всего общества. И даже руководители общества, и Маше, и старейшины, которые остались живых после уничтожения, прилепившихся к Баал-Пеору, молчали. Да, они плакали, они сострадали, сострадали семьям погибших, но при всем при этом никто не предпринимал никаких действий тогда, когда пред глазами всего общества совершалось ну вот такое. Все молчали, и поэтому вина была на всем обществе, и поэтому мор не прекращался. Но когда нашелся один, который вопреки обществу, не побоявшись этого общества, значит, стал и совершил действие, которое выходит вообще за рамки всякого понимания, значит, Господь это увидел, и Он реально благословил этого человека тем, что Он занял высший пост в духовной сфере Израиля. То есть Он в дальнейшем стал первосвященником. Если помните, в свое время была похожая ситуация, когда общество было в состоянии ступора, это история с разведчиками, вернувшимися из земли, значит, и Иисус Навин, и Халев, они противостали тогда обществу, значит, и когда встал вопрос о преемнике Маше, Маше говорит, Иисус Навин, потому что в нем дух. это говорит о том, что этот человек отличался действительно исключительной верой, доверием Господу, и он действительно был способен принимать определенные решения, несмотря на то, как на это может отреагировать общество, если эти решения действительно исходили от Господа. Значит, теперь по поводу, опять же, взаимоотношений мужчины и женщины. Как я сказал, женщина, она является помощницей, соответственно, присутствует двое, муж и жена. Так вот, вы знаете, в отношении Израиля и современной церкви тоже двое. Книга Деяния, 15 глава, говорит о том, что есть два народа во имя Господа. Это потомки Авраама, Эцхака и Иакова и народ из иноплеменников во имя Господа. И сейчас как раз-таки речь идет именно о тех, кто ныне называет себя христианами. И все здесь присутствующие. Если среди нас есть евреи, я не сомневаюсь в этом, значит, мы должны понимать, что мы являемся одним целым телом. Но есть те, кто изначально являются потомками Авраама, Эцхака и Иакова и имеют непосредственную миссию от Господа. Есть те, кто прилепился, присоединился позже. И это можно тоже рассмотреть как мужчина и женщина, муж и жена, Израиль и церковь. У Израиля есть миссия нести благоу весть. У церкви есть миссия помочь Израилю состояться в этом призвании. Не пытаться занимать место Израиля, подвигать Израиля и указывать Израилю, что ему должно делать, но быть действительно достойной помощницей, ходатайствовать, иметь действительно вот этот вот кроткий молчаливый дух пред Израилем, не обвинять, не указывать на что-то, а просто молиться, ходатайствовать. И если надо действительно проявить любовь и помочь в деле, в котором вот Бог открывает, что нужно помочь. Поэтому я сейчас прошу вас, давайте мы вместе встанем и как Церковь Божия, как собрание Божие, призванное служить Израилю и всему этому миру. Давайте мы помолимся за то, чтобы Израиль действительно был мужем Божьим, Израилем Божьим в глазах всех народов, чтобы Господь, видя эту веру, действительно, чтобы народы склонились пред Господом, как написано, что преклонится пред Ним всякое колено. Отец Небесный, слава Тебе! Боже, мы благословляем Твое святое имя и мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас и собрал нас в этом месте для того, чтобы мы знали Тебя, для того, чтобы мы следовали Твоим путем и для того, чтобы мы исполняли то, что Тебе угодно. Не свою волю, но Твою, Боже. И мы сейчас, как народ Божий, ходатайствуем за Израиль, за тех потомков Авраама, Айцхака, Якова, которые еще не познали и не признали Тебя еще, как своего Мессию, как своего Царя. Мы просим Тебя, Господь, сокрушай, пожалуйста, всякие преграды, всякие стереотипы. Боже, разрушай всякую ложь и удаляй всякий страх перед обществом, перед кем бы то ни было, Боже, чтобы каждый еврей, каждый израильтянин открылся для Духа Твоего Святого и чтобы принял Ишо, как своего Мессию, Царя и Спасителя. Амин. 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 Продолжение следует...